И если мы идем в Google и просто пишем Customer Journey Mapping, получаем тысячу разной картинки, все разные, 95% из них, они не клиентские пути, они ползаводческий путь или продуктовые пути и так далее. И все говорят, что их подход самый лучший. Сейчас будем в маленькие путешествия про путь клиента. Если начинаем с самой идеи путь клиента, почти все, что мы видим в мире сейчас, это не клиентский путь, это продуктовый путь или процессный путь или что-то такое. Тогда это пример из банковской индустрии, где банк сказал, да, мы мопировали целый клиентский путь с точки зрения клиента. Но они мопировали это с точки зрения клиента от анкеты до закрытия их кредит. Тогда это не целая задача для клиента. Если мы смотрим, и это для ипотека, если мы смотрим процесс покупки новой дома или новой квартиры с точки зрения клиента, есть намного больше, чем этот кредит. Есть путь с риэлтором, есть путь с продавец, есть путь с строковой компанией, есть путь с банком, есть путь с налоговой недвижимостью, все, есть очень много. Тогда здесь и проблема, что если нету какой-то глобально общепринятый словарный запас вокруг этой темы клиентский путь, тогда есть вот целая каша везде. И если мы идем в Google и просто пишем Customer Journey Mapping, получаем тысячу разных картинки, все разные, 95% из них, они не клиентские пути, они ползывательский путь или продуктовые пути и так далее. И все говорят, что их подход самый лучший. Тогда я не буду говорить, что наш подход самый лучший, но наш подход, вы увидите, чуть более структурирован и категоризирован, на что значит ползывательский путь, как клиент ползается наши товары или услуги, что значит клиентский путь, вот какие пути должен навигировать клиент, когда это его или ей задача, которая хочет реализоваться, и жизненный путь, вот какие путь есть между путями. Это сложно, но я надеюсь показать, как это все работает. Тогда самый простой в России клиентский путь. Есть желание купить красную машину. Путь сложно, перепутаться легко, в конце это долго, больно, и может быть результат не соответствует цели. И это очень часто бывает с точностью клиента. Тоже это эмоционально, вверх-вниз, вверх-вниз, могут быть разные точки восторг и удовлетворения, и тоже фрустрации и раздражения по пути. И по идее, любой человек, который хочет оркестрировать или сопровождать определенный путь, мы хотим делать это легче для клиента. Тогда можем просто собраться делать ползывательский путь легче для клиента, где мы делаем это более просто, более приятно, более удобно и так далее. Или можем брать более комплексные вещи. И здесь сам идея, что организация, которая оркестрирует это, может понимать цельный путь и может брать разные точки, где нужно влиять, помочь, обучать, поддерживать, сопровождать, что угодно. Здесь я вернусь к моему примеру спортзалов, потому что в мире есть какой-то проблем с этим. И все спортзалы начинают конкурировать на базе цены, где они бы могли конкурировать на базе ценностей. И это чуть разное. Нам нужно думать об этом как отношение от до. От, не знаю, толстой до худой. От 100 килограмм до 90. От старой неэкономной машины до новой экономной машины. От маленькой неуютной квартиры до больших квартир, которые более уютные для моего растающего семья. Вот типа так. И когда мы начинаем думать так, мы очень быстро видим вот этот разрыв возможностей. Я хочу быть накачанным, худым и так далее. И мой спортзал предлагает только членство и доступ. И после этого все это моя его ответственность. И это сопровождение очень важной территории. И это не так сложно. Тогда чтобы двигаться вверх, вот есть базовый продукт, членство в спортзал, добавим, может быть, фитнес-тренер, диатолог, такие вещи, добавим инструменты для понимания текущего состояния и отслеживания прогресса. Вовлекаем людей в групповые занятия и разные вещи, где они могут поддерживать друг друга. Может быть, начинаем упаковывать все под тематические оформления. Вот для тех, которые хотят похудеть на 10 килограмм быстро. Или для тех, которые хотят восстановить тело после рождения ребенка. Или для тех, которые в следующий год хотят участвовать в марафон. Можем это делать. И гарантирую, что это будет намного более вовлекающе, эмоционально для клиента. Но тоже это будет намного более прибыльно. Потому что, еще раз, клиенты более готовы тратить денег на результат, чем на сам инструмент. Тогда, здесь хороший кейс. Джиллиан Майклс, который был фитнес-трейнером в Америке, у нее было шоу на телевидении, где она брала супер толстых людей. И на целый сезон она тренировала эти люди на телевидении. И в конце это было соревнование, кто мог худеть больше в этот период 3-4 месяца. И тот, который потерял больше вес, выиграл сезон. Она стала просто мега популярной из-за этого. Но тоже, как фитнес-трейнер, она заметила, что есть вот этот разрыв возможностей почти во все спортзалы в Америке. Что она делала? Она заняла этот разрыв с мобильными приложениями, чтобы она фактически может быть с каждым клиентом в каждый спортзал, неважно какой спортзал, через телефон. Они начинали дать советы на диету, разные рецепты, разные трекеры для калорий и вот объем жиров и протеина и углеводов в диете. Да, вот разные тренировки, воркауты и так далее, которые на базе видео там, видео встречи с тренером и коучей и так далее, разные инструменты, чтобы отслеживать прогрессы и так далее. И целая библиотека кейс-стадиев людей, которые были успешны на этой программе. И она начинала использовать тематические оформления, так как я сказал на предыдущий слайд, почему мы не можем иметь программ для быстрого похудения или программ для восстановления тела после рождения ребенка. И она имеет вот такие кастомизируемые программы на период времени именно для конкретной цели. И люди вовлекаются в это. Такой интересный штук. И здесь будем говорить про, мы уже говорили про пользовательский опыт, клиентский опыт и жизненный опыт. Сейчас будем говорить про пользовательский путь, клиентский путь и жизненный путь. Тогда пользовательский путь очень простой. Это как клиент использует наши товары или услуги, которые мы предлагали, продали, что угодно. Очень просто. Серия контактов, серия интерфейсов. Клиент может делать контакт через разных интерфейсов. Контакт может быть хорошо, плохо, нейтрально, что угодно. Это очень просто здесь. И мапируем это, чтобы понимать, где нам нужно улучшить путь через наши каналы и наши продуктовые функционалы и наши процессы. И это большинство улучшения ползывательских путей это работа с улучшением процесса и операционной модели. Операционная модель это люди, процессы, технологии. Но большинство из этого это процессная работа. Клиентский путь чуть другой. Потому что здесь мы говорим с точки зрения клиента, какие разные ползывательские пути могут быть в этом комплекте. Тогда здесь пример это покупка машины. И здесь первый ползывательский путь наверное это бюджетирование и понимание я могу ли купить эту машину или нет. Потом я принимаю решение есть дальше ползывательский путь с автодилером, где мне нужно тест-драйвить и выбрать машину и оформить сделку, покупку. Третий может быть автокредит. Четвертый может быть страховка. Пятый может быть техобслуживание. Может быть есть автоклуб. Может быть есть дорожная поддержка. Все разные вещи. И каждый из них имеет разные компании. Каждый из них имеет свой ползывательский путь. Тогда клиент может сам смело стараться оркестрировать все это. Но это рецепт для много фрустрации и раздражения. Потому что этот клиент сколько машин он купил в жизни. раз, два, три, может быть пять и так далее. Большинство из людей будут купить меньше чем пять машин в жизни. Если мы смотрим это, любой участник здесь, если это дилер, банк, страховая компания, кто угодно, бы мог брать на себя и оркестрировать все ползывательские пути от других и делать очень удобное решение для клиента. И это решение для клиента будет иметь свою ценность для клиента и дополнительная стоимость от провайдера из-за ценност создан. Тогда здесь дополнительная ценность создана для клиента, когда мы обучаем клиента, как лучше реализовать эту цель. Когда мы даем инструментов для планирования и отслеживания прогресса, калькулятора и такие вещи. Когда объединяем ползывательские пути от других провайдеров в такое решение, которое совокупно комплексное и так далее. И когда мы сопровождаем общий процесс вместе с клиентом, чтобы обеспечить, чтобы это было удобно, быстро, не было ошибки, не было проблем и так далее. Тогда это особенность клиентских путей. И дальше есть жизненные пути. Если у нас есть отношения с клиентом, этот клиент будет иметь много разных жизненных событий. Каждый из них может быть отдельный клиентский путь. Каждый отдельный клиентский путь имеет в себе много разных ползывательских пути. Сложно, да? Но получается складывается интересно здесь. Тогда здесь допустим в какой-то рандомной life journey есть свадьба. Потом есть второй клиентский путь это допустим MBA, который надо было два года и наконец был три. Третий это покупка первой, второй, третьей машины. Упс, это цикличная покупка. Люди покупают, есть определенная цикличность, которую мы можем управлять вместе с этим клиентом. Четвертый путь был первый ребенок, потом перерыв, потом второй ребенок, и пятый путь это отпуск, и могут быть еще 10-20 из них. Если умеем отношения с этим клиентом, и можем помочь клиент организовать свои мысли, создать какой-то календар для разных жизненных событий, большой, маленький, цикличный, одноразовый, что угодно, обучать клиент, как лучше управлять свой жизненный путь, объединить разные партнерские предложения, разные экспертные поддержки, и может быть, создать даже сообщество вокруг интереса и целую жизнь этого клиента, и сопровождать клиента через счастливый жизненный путь, у нас будет очень хорошие долгосрочные лояльных клиентских отношения, а пока никто не предлагает это комплекснее, да, тогда, чтобы дать вид, как это может выглядеть, и насколько сложно это может быть, здесь есть совокупный опыт клиента на свадьбу, да, и допустим, есть очень много, мы можем опировать здесь четыре разные клиентские пути, первые можем сказать, что это чуть более простой, потому что это молчишник, да, тогда нам нужно алкогол и стрипперы, может быть, всего два ползывательских пути, да, тогда второй это девичник, тогда здесь намного сложнее, нужно очень много ползывательских путей, вот разные провайдеры там, третий сам свадьба, сложно, нужна музыкальная группа, сам место, церемония, декорация тогда и четвертый, может быть, медовый месяц, тогда все это работает вместе, чтобы создать какой-то один совокупный опыт, который называется свадьба, тогда если есть кто-то, который может оркестрировать все это для клиента, это огромная ценность для клиента, и это имеет свое премиальное ценообразование для партнера. Следующий слайд, самый любимый здесь, это настолько просто, но это иллюстрирует как-то может быть, в жизни есть разные пути, и будут какие-то совокупные опыты по пути, здесь мы пролетели второй ребенок и вторая свадьба, тогда получилось интересно, но здесь это просто визуализация, но жизнь это жизнь, а кто может помочь более эффективно управлять все эти вещи, которые происходят, и сам измерение эффективности меняется, когда мы начинаем видеть бизнес так, потому что если мы говорим про НПС, вы готовы рекомендовать наш бизнес? Блин, это слишком простой вопрос, и к сожалению, даже Фред Райкелд, который автор методологии Net Promoter Score, даже он признает, что очень плохо они рисовали линии между НПС и рост доход и лояльность и такие вещи. Они говорят, что это окончательный вопрос, я всегда говорю, что лучший окончательный вопрос было бы открытие утверждения, который клиент заполняет в конце. В результате от моего отношения с вот этот бизнес, банк, супермаркет, врач, тренер, кто угодно, в результате от моего отношения с этот бизнес, моя жизнь стала что? Лучше, хуже, то же самое, да, если клиент отвечает, что то же самое или хуже, наверное, это отношение под угрозой, или вам приходится конкурировать на базе цены, да, если клиент отвечает, что в результате моего отношения с вами, моя жизнь стала лучше, вот, классно, да, это будет хорошее отношение, клиенты любят, когда их жизнь станет лучше из-за отношения, здесь тогда мы начинаем смотреть другие потенциальные показатели, которые можем использовать, какое совокупное качество клиентский опыт можем мерить, да, насколько время было проведено хорошо, насколько клиент нашел индивидуальный результат, настолько был эмоционально вовлечен во время этого взаимодействия, интересно, да, тоже интересно, насколько эффективно клиенты могут реализовать свои цели, или какой-то рост или падение, которое нужно мерить на уровне бизнеса, да, мы эффективно помогаем клиент достичь своей цели, вот, это хорошая стратегическая инициатива. Редактор субтитров